друзья всем привет меня зовут татьяна вы на канале youtube и филдинг и сегодня я хотела бы затронуть такую тему как войлочная одежда и что выбрать для подкладки или для изнанки и чтобы ответить на эти вопросы нам конечно же придется смотреть на наши войлочные изделия и я наглядно покажу вам когда я использую тот или иной способ для изнанки или подкладки на свои войлочные изделия чтобы ответить на вопрос что использовать на подкладку вам нужно ответить на два вопроса будет ли ваше изделие двухсторонним и будет ли оно с пришивной подкладкой или она будет просто вот чисто войлок и все я вам сейчас покажу свои изделия и объясню почему тот или иной выбор подкладки или изнанки изделия я выбрал в данном изделии и так перед вами юбка здесь основной слой у меня декоративный вот этот изделие планировалось односторонним то есть него есть четко лицо и четко изнанка на лицевой части мы останавливаться не будем сразу переходим к изнанке юбка достаточно пышная объемная и здесь возможно было сделать два варианта подкладки либо разложить ткань не буду говорить какой вы можете использовать шелк маргелланский шелк можете использовать газ можете использовать эксельсиор можете и шефон использовать здесь уже на что позволяет ваш кошелек можете использовать также хлопковую марлю но от толщины конечно же вашей ткани будет зависеть и толщина вашего изделия чем тоньше ткань то есть если это маргелланский разреженный шелк тем тоньше будет войлок чем Каньшина ткань тем соответственно толще будет ваша изделия я использовала шоу второй вариант это использовать вискозу, то есть вискозу разложить просто облачками по всей поверхности. Я выбрала шелк. Почему? Потому что это быстрее. Я просто застелила всю поверхность своей юбки шелком и дальше приступила к раскладке шерсти и декора. То есть долго времени у меня это не заняло и я не устала и даже не заморачивалась с тем, чтобы начесывать эту вискозу, чтобы она равномерно легла облачками. Я просто расстелила шелк. Вот у меня идет стыковка и вот идет шов стыковки, потому что, еще раз говорю, шаблон был большой, ширина шелка ограничена и вот такой выбор. И вот с этой стороны также вот шов по вертикали стыковки и вот он шов стыковки. То есть если плавно передвигаться, вот так вот идет. То есть первый вариант это использовать ткань. В принципе, если бы я здесь еще сделала сшитую подкладку, то есть у каждого изделия, даже фабричного, есть изнанка. И без швов никак не обойтись. Да, то есть если это швейные изделия. Если вязаные, там, конечно, технологически тоже можно этого избежать. Ну, поэтому меня лично не смущает вот эта вот стыковка. У них тоже не заговорить, что это изделие двухсторонний и можно его носить на две стороны. То есть вот так с лица выглядит моя юга. Ну, тут у нее маленько есть все-таки перед и зад. То есть с лицевой стороны никто ничего не видит, что у меня использовано на подкладке. А вот следующий вариант. Если же вы планируете сделать свое изделие двухсторонним, но не хотите также заморачиваться, слишком долго раскладывать из волокон вискозы. Не обращайте внимание на само изделие. Оно было сделано очень давно. У войлок здесь хороший, но какие-то визуальные эффекты, может быть, не очень, да, цветовые сочетания не очень удачные. Итак, если же вам все же не нравится вот эти вот имитации швов на наших изделиях, можно воспользоваться вот таким способом. Здесь у меня разложены кусочки обрезки маргелландского шелка. И то есть здесь как такового шва нету. Вот видите, на рукаве вот они в различных местах пересекаются, перекрываются эти кусочки. И шва здесь не видно. Ну, изделие, конечно, не отлажено и сгиб виден, но как таковой границы четкой нету. Поэтому, если вы хотите вот сделать двухстороннее изделие, можно использовать вот такой метод. Никто никогда не догадается, где здесь последний кусочек, а где первый. Вот такая вот условная войлочная мозаика. А если вы сделаете раскладку шелком с двух сторон, изделие будет двухсторонним и с двух сторон не будет швов. А это изделие задумывалось как двухстороннее. И вот с одной стороны я раскладывала шелк, также это может быть и марля и другие какие-то различные виды шелка. А с другой стороны я разложила облачками волокна вискозы различных вот оттенков. Ну, когда мы раскладываем вискозу, здесь уж точно можно избежать того места, где будет у нас шов. Ну, то есть вот перегиб виден, но шва нигде у нас нету четкого вот этого шва. Ну, какие-то технические огрехи допустимы. Я говорю, это очень старое изделие. Тогда не было, не владела я такой хорошей технологией валями. То есть можно сделать изделие двухсторонним и вот этого шва стыковки избежать, если при этом использовать технику раскладки ткани мозаика. Второй вариант. Если вы планируете изделие сшитое, но ваши швы будут не техническими, да, то есть для только для соединения полотен, но и декоративными. То есть вот это пальто, оно сшито швами наружу и швы выполняют определенную декоративную роль. Тогда можно использовать было на изнанку либо вискозу, либо марлю, либо я использую в данном моменте шелк, потом у меня был слой шерсти и декоративный слой. И как такового вот шов здесь нет, здесь было подетальное валяние, потом просто я эти детали сшивала. И здесь вот эти швы играют декоративную роль, то есть условно здесь чуть-чуть видна и изнанка, да, ну швы тоненькие, поэтому изнанка чуть-чуть видна. Вот, и поэтому здесь без разницы, что было использовать на изнанку, а ширина шелка у меня проходила, с учетом моего коэффициента, да, здесь могла быть и марля, как белая, например, да, так и цветная, окрашенная заранее в тон шерсти, здесь уже какую задумку вы исполняете. Вот. И так же могла, конечно же, лежать и вискоза, здесь можно было и облачками цветную вискозу разложить, чтобы и изнанка была пестрая, допустим, как-то кнопки по-другому сделать без тесьмы и укрепления, и носить даже, может быть, и на две стороны это пальто, и чтобы здесь у нас был такой вот ровный, гладкий шов, и здесь бы была, например, какая-то пестрая вискоза, здесь одни цветовые сочетания, здесь другие, вот так. Но, еще раз говорю, здесь у меня была задумка, что декоративные швы и просто такие яркие цветные полотна, поэтому тоже я по-быстрому, чтобы максимально быстро это было, просто растянула шелковое полотно, и все. И то есть изнанка у меня гладкая и однотонная. Если вы планируете сделать изделие, у которого нету подкладки, и вам важна красивая, конечно же, изнанка, ну вот, например, как на предыдущем изделии, да, чтобы вот жакет, если юбка у нас с вами не распахивается, и никто не видит, что внизу, то все-таки жакет у нас распахивается, жакет, пальто, жилет распахивается, и видно, что у нас внутри. Ну, рука вточной, как бы здесь технологически я не могла избавиться от шва, вот. А вот от швов боковых и плечевых я избавилась в данной модели. Поэтому, если бы я использовала шелк, а именно ткань, или марлю, да, хлопок, то у меня, конечно, вот здесь были бы условные стыковки, ну, как бы вот, как на первой юбке были бы вот здесь вот стыковочные моменты, и на плечевом шве тоже. Поскольку я использовала вискозу, ну, как видите, вискозу теперь я раскладываю гораздо лучше, никакого шва бокового, никакого плечевого шва нету. Также вот здесь у меня цельноваленная обтачка, здесь тоже нету никакого шва. Поскольку была ровная раскладка вискозы, здесь нету никаких таких вот полос. То есть, жакетик у нас распахивается, и здесь все очень чисто и очень красиво. Здесь у меня рукав точной, и сам рукавчик очень красивый, тоже выложен волокнами вискозы. Но здесь у меня рукав был со швом технологическим, да, но он очень красиво обработан. Я обработала его сеточкой, это излюбленный метод швей, которые работают каким-то кружевом, которые, ну, оверлоком не обработать, это будет очень грубо, и обрабатывают либо тонким трикотажем, либо вот такой вот сеткой. И пройма тоже я обработала таким же способом, за счет этого волок не будет сыпаться, ну, он, конечно, и так не сыпется, но все же будет смотреться более закончено и более красиво. То есть, вот этот шовчик, к нему как бы не подобраться, и заказчик будет смотреть, ну, и видно, что изделие доделано, они вот просто пристрочены, рукава, и все. Вот, а косую бейку я окантовала ею обтачку. Можно было, конечно, и косой бейкой, но она все же более грубая, чем сетка. Вот, поэтому, если бы я делала цельновальные изделия, то, конечно, вообще вот этого шва бы не было, и просто была бы цельная изнатка из волокон вискозы. Вот, но это если вот частично шитое изделие, вот такую вот технологию я применяю. Конечно, если распашную, я люблю, когда, ну, шовчиков нет, и все ровненько, все красиво. Тогда я использую вискозу. Так вот, например, на этом жакете и на длинном жилете. Когда у нас изделие цельно-цельноваленное, и не планируется подкладка, тогда вот оптимальный вариант, я, кстати, люблю, именно матовую вискозу. Она очень хорошо, легко раскладывается, и она не имеет тут блеска, как на предыдущем, например, жакете, но там задумано было положено ярко-желтая вискоза, чтобы проблески был в такой вот яркий изнаночный внутренний слой. Здесь достаточно сдержанная матовая поверхность, матовая немецкая вискоза, шерсть в тон, темно-серая, меланжевый, мереносовый крадочоз, и здесь декоративная часть, это именно строчка. Нету бокового шва никакого, да? И вот в отличие от зеленого жакета предыдущего, здесь у меня цельноваленный рукав, то есть вот она, основная наша линия, боковой шов, все ровное полотно, рукавчик цельноваленный, да, вот никакого шва здесь нету, и место втачивания рукава, ну, условная пройма, тоже без каких-либо швов или стыков, то есть если бы я использовала ткань, либо хлопок, либо шелк, все же вот эти стыковки, как на первой нашей юбке, они были бы видны, никуда от них не деться. А здесь вот так вот у нас все ровненько, и все красиво. Если же вы планируете свое изделие на подкладке, на пришивной, покупной, да, из обычной ткани подкладки, то вы можете делать со своей изнанкой все, что хотите. Можете вообще не выкладывать никакой внутренний слой. Сразу кладете шерсть, декоративный слой и валяете. Если хотите более плотное полотно, да, именно войлочное, если хотите получить, например, меньший коэффициент увеличения, да, то есть ткань все-таки дополнительный слой, и она будет сдерживать усадку войлока, можете положить либо плотный шелк какой-то, либо хлопок. Если вы используете подкладку, абсолютно не важно, что у вас вот здесь внизу, потому что все у вас будет, ну, в зависимости от того, как вы будете шить, все у вас будет вот закрыто, например, вот как у меня, подкладка пришита косой бейкой, ничего нигде не видно, и вот так вот это выглядит. То есть, ну, условно, вот этих швов, именно пристрачивания можно было избежать, вручную подшив, ну, как бы у меня здесь идут вот эти швы по пройме и по низу, как, ну, условно, декоративная отстрочка, чтобы все-таки изделие смотрелось, иногда, когда не хватает каких-то строчек, здесь достаточно сдержанный декор, изделие смотрится каким-то легким, а когда вот здесь строчка, как-то, ну, что-то как будто более законченное. И вот здесь у меня по пройме небольшой шовчик, и по низу изделия пришита подгибка. Как выглядит шелк наизнанке, я вам показала. Ну, вот я валяла пальто, и вот у меня вот такой вот кусочек остался, и здесь я использовала марлю. Обзор пальто есть, можете посмотреть, и вот скажу вам честно, на нем я использовала вообще, наверное, 55 цветов марли. Вот здесь, как вы видите, она зеленая. У меня был кусок зеленой марли, окрашенной, и я знала, что пальто будет точно на подкладке, и поэтому выкладывала различные цвета. А я использовала неокрашенную белую марлю, то есть изначально я израсходовала те цвета, которые у меня были окрашены, потому что я знала, что, ну, больше не буду планировать валять на цветной марли, если она наизнанку идет. Вот здесь идет кусок, здесь у меня фиолетовая марля, то есть вот белая, зеленая, фиолетовая. Как вы видели пальто, там никакой марли нигде не видно, с лица она, конечно же, не проглядывая, потому что войлок плотный, много слоев шерсти, я использовала и декор, поэтому, если вы делаете издель на подкладке, совершенно не важно, что у вас лежит на изнанке. Можете вот хоть даже три цвета использовать. И также, вот как пример, для бомбера, вроде как темный фиолетовый, да, такой он фиолетовый-коричневый, я использовала белую марлю неокрашенную. Во-первых, я не тратилась время на окрашивание марли, во-вторых, я не тратила сам краситель на окрашивание марли, и вот и все. Поэтому вот сваляла на белой марли, просто сшила, бомбер также можете посмотреть, нигде там ничего не видно. И вот, например, еще жакет Шанель, там также у меня на изнанке использована марля, причем тоже марля различная. Сейчас я вам покажу образец, и вы увидите прям разницу. Ну, абсолютно это не было критично. Ну, старайтесь, конечно, одинаковый вид ткани использовать на изнаночную часть своего изделия, или продумывайте заранее, что-то, видите, вот эта марля более плотная, вот эта более рыхлая. Или тогда продумывайте, на какие части вы кладете более плотную марлю, на какую более рыхлую. Например, вот на рукава я положила более рыхлую марлю, чтобы было войлочное полотно все же потоньше, чуть-чуть получилось, и рукава были более пластичными, нежели основная часть моего жакета. Вот этот момент учитывайте, что не делайте, например, на полочке вы положите шелковый атлас, на рукава положите, например, шелковый, ой, например, на полочке положите шелковый атлас, на спинку маргелланский шелк, на рукава марлю, например. То есть учитывайте плотность ткани при раскладке. Поэтому, если вы используете технологию пошива, еще и с подкладкой, то можете абсолютно спокойно использовать белую марлю или белый шелк, то есть тоже, опять же, не тратить ни время, ни материала, и валять на белых материалах, неокрашенных. Ну что ж, друзья, я показала вам, какая изнанка у моих изделий, рассказала, чем я руководствуюсь при выборе того или иного метода, когда я использую ткань, когда я использую волокна. Надеюсь, мои советы были вам интересны, полезны. Пишите в комментариях, какой материал чаще всего вы используете на нижний слой в изготовлении бойлочного полотна или в изготовлении целого бойлочного изделия. Мне будет очень интересно узнать ваше мнение или ваш взгляд на эту проблему. Но это не проблема, конечно. Вот, поэтому с вами была Татьяна. До новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok